Здравствуйте, меня зовут Чуприна Слан Евгеньевна, я главный невролог Департамента Здравоохранения Воронежской области. Сегодня я хочу рассказать вам о системе оказания помощи больным с острым инсультом. Итак, при появлении первых признаков инсульта необходимо вызвать скорую помощь, и пациент будет доставлен в сосудистый центр. Хочу обратить ваше внимание, что никак то, что происходит сейчас с коронавирусом, не повлияло на оказание помощи больным с острым инсультом. Мы по-прежнему оказываем помощь в сосудистых центрах, проводится такой же объем обследования и лечения, и единственным ограничением является только отсутствие родственников в отделении. Посещение пациентов на сегодняшний день запрещено, но вы всегда можете связаться с нами по городскому телефону, узнать состояние своего близкого человека, а также передать ему необходимые вещи или лекарственные препараты. Что на сегодняшний день изменилось, и, к сожалению, пока это так, это второй этап медицинской реабилитации. На сегодняшний день пациенты, нуждающиеся во втором этапе медицинской реабилитации, выписываются домой. Но это не значит, что мы навсегда вам отказали в реабилитационной помощи. Как только будет закончен карантин, все пациенты будут госпитализированы на второй этап медицинской реабилитации и, соответственно, получат эту помощь. Если пациент после инсульта выписывается домой, его действия следующие. Вы не приходите в поликлинику. По телефону регистратуры поликлиники или кулцентра вы вызываете врача на дом. Врач вас обязательно посетит. Если будет необходимость в лекарственных препаратах, которые относятся к льготной группе, вы эти лекарственные препараты обязательно получите в аптеке. Ходить за льготным лекарственным рецептом на льготный лекарственный препарат в поликлинику будет не нужно. И, соответственно, если тот пациент, который выписался с инсультом домой, является одиноким человеком, и ему необходима социальная помощь, то есть доставить продукты или какие-то другие виды социальной помощи, соответственно, есть телефоны кулцентров соцзащиты, которые позволят вам туда обратиться за этой помощью, и эту помощь обязательно получите. Дорогие друзья, я вам напоминаю, для того, чтобы мы смогли спасти ваш мозг, у нас есть всего лишь 4,5 часа. Поэтому отнеситесь серьезно к признакам инсульта, сразу вызывайте скорую помощь, для того, чтобы вы были госпитализированы в сосудистый центр. Будьте здоровы и берегите себя. Спасибо.